Расскажите про господина Ахметова и Донецкую народную республику, их нежные, их странные, их пугающие взаимоотношения. С одной стороны, у нас народные республики, практически коммунизм, с другой стороны, у нас вся собственность по-прежнему принадлежит украинским олигармам. Почему вы ее не национализировали? Это же народные республики. О, давайте, национализация прекрасная тема. Ну, давайте представим такую штуку, что мы национализировали Газболину Ахметову. У нас есть предприятие Донецкой народной республики, преднадлежащее, точнее, предприятие, находящееся на территории Донецкой народной республики и преднадлежащее Газболину Ахметову с удивительной устойчивой республикой. Он все это время работает. Газболину Ахметову, в силу того, что он в свое время, ну, я бы сказал, столбом и основанием украинской политики, был человеком, который практически неформально держал украину. Ну, так сказать, ему выгонено нынешнее положение дела. Объясню почему. У него очень много врагов. Врагов среди нынешней киевской власти, среди нынешнего киевского нестеблишмента. Этим из главных является, конечно, персонаж по фамилии Пеломойский. Так вот, Ахметову выгодно, когда у него предприятие находится на территории ДНР и производят патрукцию. Ему же выгодно, чтобы эта патрукция, потому что отправлялась патрукция для экспорта, на назначение. Она должна отправиться. Должна отправиться куда? Ну, далее. Как она может отправиться? Через парты. Через какие? Единственный порт для него доступный, это Борюк. Потому что остальные парты, к инфраструктурам, ну, Бернязов, в частности, не приспособлены. А почему нельзя не Борюк? Простите. Я как раз этому вам покажу. Вы догадаетесь, почему нельзя Борюк в сентябре месяце хотя бы такие возможности будут. Потому что как товарищ Ахметов, кроме господина Ахметов, может вытаскивать свою продукцию из Донецкой народной республики, из террористической, в кавычках, ну, по мнению западного мира территории, вытаскивать. Ну, естественно, никак. Он не может меня оттуда в раздетики. Соответственно, он должен возить с украинской территорией. А единственный доступный импорт, опять повторяюсь, это Борюк. А для сужения, адресские парты контролируются Голобойским. И он туда в Метру не пустит никогда. Поэтому единственное невозможное оставшись в порядке для того, чтобы полнополученную функциональному Ахметов, это то, чтобы Борюк оставался от жёртого украинского флага. Ужасно, да, Казалось бы, Казалось бы, это ужасное предательство, что же делать, надо поступать совсем по груду. Ну, давайте представим, что... Александр, вы понимаете, что здесь сидят молодые русские националисты, которые с самых первых дней поддержали восстание на Донбассе, которые сдавали деньги, некоторые из которых прямо воевали. в войсках ополчения, вы им рассказываете, что, друзья, нельзя брать Мариуполь, нельзя добивать рот его в Украину, потому что иначе господин Ахметов не сможет вывозить свою продукцию в Италию. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Шерёв, дальше продолжаем угол построения. Ну вот, Ахметов вывез свою продукцию в Италию, получил деньги. На что нравится эта тема? Ну, конечно, конечно, всё равно господин Ахметов. А что ещё? Вы знаете объёма гумолитарной помощи, которую господин Ахметов поставляет Донецкую народную историю? Он очень-очень большой. Донецкая народная республика отчасти живёт с этой гумолитарной помощью. И предприятия господина Ахметова, работники, предприятия, которые являются гражданами Донецкой народной истории, учат зарплату. Давайте представим, что мы национализируем предприятия господина Ахметова. Вот, национализируем. Всё стало народное наше отельское. Добром. И что мы с ними делаем с этой продукцией? Везём её в Италию и продаём кому? Представьте себе, представители Донецкой народной республики, которые постучаются в какой-нибудь офис расположенный в Милане, и говорят, слушайте, вот, провезли там 100 000 чушек. То есть среди российских топ-манеджеров, которые могли бы организовать левый экспорт в Италию? Левый экспорт в Италию? А продавничество нужно продать левый экспорт в Италию? Конечно, нет. И никто из российских олигархов за это дело не возьмётся. Он говорит, что в России было своей такой продукцией, девать некуда. Наша промышленность, в том числе и экономическая, работает на 40% возможностей на сегодняшний день. Ну, зацепил он, по-своему, ручей, офицей Сергея Юрьевича Глазина. Ну, вот, тем временем, свою продукцию девать некуда. Международные контракты – штука такая. Они заключаются на долгое лето, потом не пересключаются. Они потом ведут на определённый объём поставок. И, грубо говоря, опять-таки, любому эксперту выяснить, откуда поступила идеальная продукция, просто взяв анализ. Одним словом. Конечно, Россия не может продавать эту свою продукцию. Это действительно не реально. А что будет, если они будут продаваться? И будут поступать гулятарные общие, и не будут торговщик получать законы. Но общие решения у всех общих. Что это будет означать для Донецкой народной республики? Глоб. Обычный глоб. Настоящий. Так там, кажется, и сейчас такой голод. Нет, не такой не сейчас, а настоящий.